Так сложилась судьба, что в самом начале пути случилась в ней деревня. И вот, в конце опять она, деревня. А главная жизнь прошла далеко в стороне от них. Не считай же причастием к деревне студенческие веселые поездки, то на картошку, то на ток, то на сортировку овощей. Моей деревни с детства фактически уже нет. В более широком смысле той деревни, за главной буквы, из которой все мы уехали когда-то, и частичку которой каждый из нас увез с собой и в себе уже нет. В нее нельзя вернуться, как нельзя вернуть прошлое или повернуть реку в пять. В других краях и землях мы пустили новые корни. И теперь в этих местах не только дети, внуки и правнуки, но и дорогие могилы. И нас самих деревенских тоже давным-давно нет в этой еще протекающей жизни. Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой. Мы жили тогда на планете другой, и слишком устали мы, и слишком мы стары. И для этого вальса, и для этой гитары. Когда деревья были большими, мне в моей деревне бесконечно огромным казался наш огород. С длинными картофельными рядами, которые надо было полоть, полоть. И конца края не было видно этой проклятой прополки. С тыквенной делянкой, деленющими от межи до межи грядками огурцов и свеклы. С лунками помидоры капусты. Поливать было тяжело. Ручки тонкие, селенки маленькие. Мастушка хлипкая. На ветловых колышках, воткнутых вылисты дно. Сверху досточка. От нее две-три ступеньки вверх, которые на втором ведре уже были невозможно скользкими. А носить еще сто ведер. Не удержишься? С полными или пустыми ведрами сколько раз навернешься, пока все польешь? Ведра тяжелые. А если выбрал ведерки полегче, то значит по два ведерка надо вылить под каждый корень, в каждую лунку. Тыквы неподъемные. Сколько у нас корней было тыквы? Десять или больше? Капусты точно. Сорок девять лунок. Семь рядов по семь лунок в каждом. Две кадушки в погребе для серой и белой капусты. Серые на щи, белые на начинку. И без начинки сама по себе, как есть к праздничному столу. Меняясь всего многообразия будущего, технических достижений непредставленных еще машин, ничего не привлекает. Нет зависти к будущим людям, которые все это будут видеть, знать и использовать. Мне почему-то интереснее еще при жизни узнать. Неужто правда, что на горе Арарат прилепилось что-то похожее на корабль? Неужто это и есть Ноев ковчег? И другой еще более наивный вопрос, на который наверняка ответ-то есть, только я его не знаю. А сколько соток было в нашем огороде? Я вот у тести убираю огород и вижу, что примерно то же самое количество корней. Две-три грядки огурцов, два ряда помидор, рядок моркови, три корня тыквы и все. Вот это и есть наш с матерью деревенский огород? Вот, прикидываю, стоя на тестином огороде. Ага, вон там протекала речка. На взгорочке кучка оплывшего самана и окалина, разрушенная банька. На задах, то есть вот здесь, прямо перед глазами, лежало пятно навоза. Здесь его раскатывали, рубили на квадраты, складывали. Проветриваемые конусом сложенные кучки. Вспоминаю, мать стояла на крыльце дома и не сильно напрягала голос, когда окликала меня, стоящего на нижнем огороде. Полил! Если полил, иди ужинать! Теперь у меня есть другая деревня, в которую я наезжаю все последние годы. Она совсем-совсем другая. Почти приморская. Приазовская. Корневая. Все жители ведут род от казаков Запорожской сечи. И фамилии у всех говорящие. Бурмаки. Искачудубы. Хинки. Финки. И бесчисленные Йенки. Аноприенки. Усаченки. Все упертые, занозистые, оборотистые, проворные. При случае хорошей застольной минуты, они могут еще вспомнить и изобразить на своем неимоверно суржике вот такое, например. Дуют витры, спит макитры. Вареньки. Дмутся. Дмутся. А як вспомню. За сметану аж губы трясутся. Может и выживет деревня. Рядом город, морской порт, аэродром военный, который в летний сезон работает и аэропортом. Хотя из разговоров с местной интеллигенцией, инженерами, агрономами, механиками, они тут все главные, главный гороном, главный механик, главный инженер, делают заключение, что и они не уверены в благополучной судьбе своей деревни. Руководители хапнули 600 гектаров земли за копейку, выдают из рукава. Кардан у них полетел, железяк такая, в руку, длиной, 25 тысяч рублей положь. А у хозяев на уме обанкротить хозяйство, окончательно завладеть им и заделаться помещиками. В газетах торги объявили, в 3 миллиона долларов оценили 560 жителей, 270 работающих, 12 тысяч гектаров пашни и угодий, животноводческий комплекс, техника, постройки. 3 миллиона долларов за все про все. В солистах за футболиста 15 миллионов тех же долларов просят. Говорят, здешний губернатор за такие примерно деньги жеребца породистого поставил, президентские или чьих там конюшни. Но деревня моя, убитая, и эта еще живая, конечно, несравнимая. Выходит, я люблю деревню. Стоило мне сделать шаг из автобуса и очутиться под жарким куполом густосинего августовского неба, как сердце ёкнуло предвкушением короткого отпускного счастья. Я шел улицей, вдоль которой застыли в задумчивой плудрёме кроны тополей и акаций, и на которые, взятые на прикол козы, нервически подрагивая коротенькими хвостами, попросительно уставились на меня своими загадочными глазами. И вдруг подумал, а остаться здесь навсегда, на весь остаток жизни, бросить все, что крутит меня, как безвестную пылинку, в суматошном вихре города, где я нужен всем и никому в отдельности, и зажить здесь тихим отшельником, живым олицетворением чеховских, бунинских или персонажей, жить и впрещур поглядывать на суетность мира. Прежде чем приехать сюда, я составил себе план, отступать от которого не намеривался ни под каким предлогом. Весь день с раннего утра до предвечерней мягкости сидеть за рабочим столом, а потом или прогулки по полям, или работа на огороде. И чтобы никаких соблазнов не съездить в ближайший город с его и уютным, горячим морским пляжем, ни поездки на длинную песчаную косу, куда сплошным потоком пролетали тяжело погруженные автомобили со столичными номерами, ни нечаянная рыбалка на лимане, где с сазанной до полнотой жизни сами на крючок насаживаются. Ничего подобного, а только размышлять, замечать, вспоминать. От намеченного плана я не отступил, а деревня шаг за шагом, миг за мигом, все покоряло и покоряло меня, втягивая в себя то предрассветной, насыщенной, многоцветием игрой красок перед восходом солнца, то тихой, безвертельной, теплой, настоянной на полевых травах ночью, когда серп месяца, тоскуя от одиночества, цеплялся за верхушку дерева, нырял за крышу сарая, затевал игру с перцающими гирляндами звезд, то мертвым покоем полдня, когда в томительной недвижимости замерзало все живое. Божьи коровки на нитке с поруша, курица, выдолбленной в земле ямки, кошка в призрачной кисе и тени в раскаленной кирпичной стены. И тогда казалось, что сам Бог советует и тебе смежить очи замереть в забытии на час-другой, чтобы не мешать вершиться триумфу полуденного вселенского томления под обморочными небесами. При всей своей готовности и желании поддаться этому разномеренному течению времени, примиряяя себя к деревенскому бытию, я не мог, однако, не попытаться поставить на свое место иного приезжего горожанина. Он, этот иной горожанин, густо, как горох, рассыпался по деревне пятничными вечерами. И тогда из автомобилей начинала греметь забубенная музыка. Звенели голоса внучек и внуков. С подворья тянуло ароматным шашлычным дымком, где рядом с катерком торопливо разбирались рыбацкие снасти. Закрученная в спираль жизнь вскоре вихрем уносилась к иным соблазнам и пределам, чтобы с крестным вечерком окончательно растаять вдали, как мираж. И что бы могло заставить их остаться тут на вечное поселение? Клуба нет, кино нет, телевидение в привычном им объеме и разнообразии нет, газет нет, книг нет, ресторана нет, нормального света и тепла нет, достатка нет, школы и ясель скоро не будет. Ничего нет, что нужно городскому жителю. Но главное, нет основы жизни, нет работы. Из местной кто-то живет получше, кто-то похуже, а кто-то уж и совсем не живет. Деревня затаилась. Ушла в свои дворы, норы, обманутая, недоверчивая, она угрюмо наливается ненавистью ко всему и ко всем, кто лишил ее привычного уклада, вер и ориентиров. Каждый дом, закрытая чужий класс крепость. И какие там бушуют страсти, какие строятся планы, какие роются надежды, никому, кроме них, собих неведомо. Собираются близко и родной на редких свадьбах и частых похоронах. На похоронах поминках молчат. На свадьбах, может, поют и пляшут. Не знаю, не пришлось видеть. А чтобы вот так попросту собраться на лавочке, попеть, поплакать, как в деревне моего детства, этого нет. И, видимо, уже не будет никогда. А как же сам я буду здесь жить, поживать и добра наживать или проживать, будь оно у меня? Как? Если я не механизатор, не бухгалтер, не фельдшер, не учитель, а пенсионер. Никак выходит. И о чем же я тогда книжки напишу? Кому? Обитаванный рай рушится в душе моей. Было время, когда я посчитал, что деревня навсегда ушла из меня, из моей переменчивой судьбы. И мой ликующий крик «Прощай, деревня!» редко-редко какие-то особые минуты вызывал только легкую боль, воспоминания и грусть расставания. Я ошибся. Я, может быть, и убежал бы от деревни, а вот она не бросила меня, а притаилась где-то на самом донышке души и смиренно ждала, когда я попрошу простить меня за бесчисленные измены, и попрошусь пустить меня обратно. Конечно, не приеду. Конечно, не вернусь. Отравленные городом, мы приковырены биться в нем до последнего своего вздоха. Но пусть он знает, беспощадный наш электрический город, что где-то есть еще деревня, которая приютит и простит блудных своих сыновей. Здравствуй, деревня! И далее мечтательная. А бросить все и остаться здесь навсегда не зарекаюсь. И... А вот и... КОНЕЦ! Продолжение следует...